Солидарность И у нас в гостях Денис Верен Денис, здравствуйте, включите, пожалуйста, микрофон Здравствуйте Да, мы очень рады, что вы к нам пришли Спасибо большое И Денис нам сегодня будет рассказывать про польское кино Про польский кинематограф и его связь с солидарностью Которая для многих из нас просто очевидна Потому что само слово «Польша» Сразу как-то возникает ассоциативно, рядом и солидарность Денис, прошу вас, начинайте А зрителям и слушателям я предлагаю писать вопросы и замечания в наш чат Вопросов и ответов И когда Денис закончит свою лекцию То мы обязательно на все ваши вопросы ответим Прочтем ваши замечания В общем, надеюсь, что у нас состоится какой-то диалог Спасибо Спасибо, Зоя Ну, прежде всего, за то, что вы мне предложили провести лекцию на эту тему Я в какой-то момент, собственно, довольно скоро включу презентацию И вы будете видеть кадры из тех фильмов, о которых пойдет речь Фрагменты мы решили не показывать, потому что это часто довольно сложно В зуме и, в общем, видео начинают зависать Так что лучше уж ограничиться просто кадрами И что я хочу сказать вначале в качестве такого вступления Когда мы эту лекцию задумывали, когда Зоя мне, собственно, предложила Поговорить о солидарности в польском кино То мы сразу договорились о том, что это такая солидарность широко понимаемая Что речь не должна идти только о, собственно, профсоюзе солидарность И о том, как события 80-81 годов отразились в польском кино Но и шире, так сказать, о солидарности человеческой И когда я стал думать о том, как эта самая солидарность была показана Показывалась в польском кино в социалистический период И какие можно найти примеры сегодня То я понял, что все-таки от истории, несмотря на то, что я совсем не историк Но от истории нам никуда не сбежать И, конечно же, исторический контекст необходимо учитывать И в некотором смысле на него ориентироваться Поэтому все-таки в первой и большей части лекции Мы будем говорить о некоторых важных исторических событиях Которые происходили в Польше И о том, какое отражение они получили в кинематографе И, конечно, это события, связанные с многочисленными На протяжении послевоенной польской истории протестами общества И, в первую очередь, рабочих Которые, как мне кажется, и были свидетельством того Что солидарность, во-первых, она существовала На протяжении всего послевоенного периода в Польше А, во-вторых, она постепенно вызревала И это был такой процесс довольно длительный И то, что произошло в 80-м году в Гданьске И не только в Гданьске Да, потом перекинулось На все другие города, воеводства Польши Это было результатом как раз тех процессов Которые продолжались довольно долго И то, как это отразилось в кино Я сейчас и попробую показать А уже в завершение лекции Приведу несколько примеров из недавнего Относительно кино Скажем, последних десяти лет Которые, мне кажутся, интересными примерами Собственно, просто человеческой солидарности О которой, конечно же, периодически заходит речь Хотя это правда Вот когда я стал готовиться Понял, что это совсем не такое очевидное В киноискусстве, как бы сказать Не такой очевидный материал, что ли И вроде бы действительно Эта самая солидарность Это очень нечто широкое И в то же время найти какие-то такие Яркие и убедительные примеры Но не так просто Значит, сейчас я сделаю показ презентации И мы с вами начнем разговор Титульный слайд, который вы сейчас видите Это кадр из фильма Анжи Вайда «Человек из железа» О нем еще, естественно, пойдет речь Мне кажется, что этот кадр Он очень символичен Поскольку, как видите, в этом фильме Который был совмещением Игрового кино и документального Фильм, который вообще снимался По горячим следам Здесь действительно происходит такое Очень интересное и редкое на самом деле Столкновение реальности экранной Некой вымышленной Вайдой истории Истории героев, которых он придумал Еще в конце 60-х годов Когда был написан сценарий Фильм «Человек из мрамора» И вот судьбы этих героев Переплетаются, собственно, с самой что ни на есть Горячей, творящейся на глазах Да, создающейся на глазах реальностью В лице Леха Валенца Который стал во главе солидарности И таким образом Конечно, невозможно Это то, с чего я начал Рассматривать в отрыве От конкретных исторических событий И от, естественно, той самой солидарности Историю польского кино Это, в общем, такие вещи Очень тесно связанные Ну и в случае Вайда, конечно, особенно Но начну я с фильма Может быть, не столь известного Как «Человека железа» Но, тем не менее, фильма Который впервые Представил на польском экране То, что происходило в Польше В 56-м году Дело в том, что это те события О которых не то чтобы забывают В Польше о них, естественно, прекрасно помнят И историки о них тоже, в общем, все знают Но, когда речь заходит об истории Восточного блока То в таком более широком контексте Контексте других стран И того, что происходило в это время В разных частях соцлагеря События в Польше В 56-го года, безусловно Отошли в тень В связи с тем, что происходило в Венгрии А между тем Это были, да, может быть Не столь, как бы сказать Несколько менее масштабные События По сравнению с тем, что было в Венгрии Но не менее трагические И не менее важные Как раз для того, что впоследствии Что впоследствии происходило в Польше Особенно в 70-е годы Итак, 56-й год Это так называемый год Познанского июня Вообще интересно На это тоже уже давно Обратили внимание историки Что все ключевые события Связанные с протестами народа В Польской народной республике Они поименованы месяцами И вот начинается все с Познанского июня Это забастовка рабочих На заводе На железнодорожном заводе И Филипп Байон Режиссер Который родом из Познания Это живой классик Польского кинематографа В тот момент, когда происходили эти события Он был ребенком И тем не менее запомнил То, что происходило тогда в Познании И характерны слова Которые звучат из-за кадра В начале этого фильма Все, что мы видим в картине Мы видим глазами детей То есть понятно, что это такая точка зрения По сути режиссера Так вот, он говорит, что После того, что я увидел тогда В моей жизни не произошло уже ничего То есть, конечно События, свидетелем которых он стал Оказали на него огромное влияние И в некотором смысле вообще сформировали Взгляд Байона на жизнь И на ту систему Которые, собственно Это было возможно Речь шла И, собственно, смысл этой забастовки Был, конечно же, в том Чтобы улучшились условия труда Чтобы были повышены зарплаты И там проблема заключалась в том Что эти самые улучшения Были обещаны рабочим Однако, буквально в последний момент Произошла отмена Было сказано, что нет Это все, что мы вам пообещали Ничего этого не будет И это как раз и стало Непосредственной причиной Начала забастовки И такой, в общем, небольшой войны Которая происходила на улицах Познани В те дни, в конце июня И Байон показывает это С одной стороны В таком духе полудокументальном Конечно, он не случайно делает фильм черно-белым И с другой стороны Поскольку, как я уже сказал Мы видим все глазами детей То это несколько такая Ну, может быть, даже романтизированная Картина событий Хотя Байон утверждал Что он совершенно не собирался В этом фильме делать такой Как бы памятник этим событиям Хотя понятно, что фильм снимался В сороковую годовщину Познанского июня Он говорил, что это фильм анти Да, анти Такой мартирологический Что он хотел бы посмотреть Достаточно объективно На то, что тогда происходило И он показывает Вполне недвусмысленно Что были две позиции И вот это как раз Очень важно в контексте солидарности Которая, да, конечно, была Рабочие ее проявили И решились на забастовку Но в то же время Внутри этого рабочего коллектива Среди коллег, друзей Были разные точки зрения На то, что нужно делать И насколько нужно активно Так сказать, себя вести И насколько нужно, ну, что называется Нарываться и идти в непосредственную атаку И там есть два главных героя Которые как раз спорят на эту тему И мы видим вот такие две позиции И понятно, что в итоге Выигрывает позиция такая активная Бунтарская Которая, в общем, отчасти Становится и причиной того, что Забастовка была Подавлена Совершенно кровавым образом Было больше пятидесяти убитых И, в общем, это, конечно, было Очень такое Трагическое событие Которое оставило серьезный след В сознании И последствии памяти Поляков Тут еще Есть такой Момент в этой картине О котором не могу не сказать Который, как мне кажется Является неким намеком На такую общую Большую проблему Связанную с солидарностью Польского общества На протяжении Вот этих, ну, скажем 25 лет 56-го По 80-й год До момента Основания солидарности Это проблема Сплоченности Разных общественных слоев И чуть позже Я еще скажу о том, что Историки Много на эту тему Спорят И, в общем, отчасти Это такая Картина Обобщенная И условная Но, тем не менее Принято считать, что Солидарность Была возможна потому Что наконец-то Произошло Сплочение Представителей Разных Общественных слоев То есть Грубо говоря Рабочих И интеллигенции И В фильме Познан 56 Как раз Эта Оторванность Очень хорошо Показана Потому что В Познань На вокзал Приходит поезд В котором сидят Представители Как раз Интеллигенции Ученые Которые едут На конференцию В Щецен И В связи С забастовкой В городе Их вагон Отцепляют От поезда И он стоит Просто Они никуда Не едут Они не выходят Из этого вагона Он закрыт И они Они просто Из окна Наблюдают За тем Что происходит И это Сцена Которая вызвала В 96 году Когда картина вышла Большие споры И У многих Даже некое Недовольство Именно потому Что Она показывает То Как Ну что называется Вот на этом Этапе Байон хочет На нас Данести эту мысль Как Вот эти люди Ну что называется Далеки от народа И насколько Они Даже видят То Как У них на глазах Фактически Убивают человека В общем Не готовы Пока всю Эту ситуацию Осознать И воспринять И вот Это конечно Такой Очень существенный Для наших Последующих Насуждений Момент Я уже сказал Что Байон родился В Познании И поэтому Этот опыт Для него Был невероятно Важен И интересно Что Впоследствии В своем Творчестве Байон будет Еще раз Даже не один раз Обращаться К теме Различных Бунтов Которые Происходили В Польше Причем Не только В социалистический Период Один из Наиболее Известных Фильмов Байона Который снят В 80-м Году Вышел В 81-м Эта картина Осмотр места Происшествия 1901 год И Посвящена Эта картина Знаменитому Детскому Восстанию В городе Вжесня Это недалеко От Познания И это Был Был такой Бунт Школьников Против Того Что им Запретили Обучение На польском языке Что было Отменено Обучение На польском А Мы понимаем Что речь идет О той территории Которая Находилась В сфере Влияния Германии И Вот Этот Это событие Такое Тоже Очень Ну Культовое Безусловно Для Польского Исторического Сознания И Очень важное В истории Борьбы Поляков За независимость Оно Показано Байоном И конечно Тоже я думаю Не случайно Что Обратился Он к этой теме Именно В 80-м Году То есть В тот год Когда Появилась Солидарность Но и Еще Будучи Только Студентом Киношколы В Лодзе Байон Снял Картину Под названием Сажа Это Короткий Фильм Студенческий Учебный Где Обратился К событиям 70-го Года На Побережье Про эти события Я еще скажу Подробнее Позже В связи С другим Фильмом Но Что здесь Важно Важно То Что Байон В общем-то Одним из первых Если не самым первым Показывает В Игровом Фильме Не в документальном То, что Происходило В 70-м Году Это очередная Забастовка На этот раз Уже Рабочих Судоверфи В декабре 70-го Года Забастовка Которая Также Была Подавлена И там Тоже Было Немало Жертв И огромное Количество Раненых И Это В 73-м Году Было Абсолютное Табу И Этот фильм Стал Причиной Того Что Байона Ну что называется Оставили на второй год В итоге Он ушел Из Лодинской Киношколы И Интересно То, что Ванда Якубовская Которая Была Художественным Руководителем Этой Картины И Была Одним Из Мастеров Байона В Лодинской Киношколе Это Знаменитый Польский Режиссер Автор Картины Последний Этап Первого В истории Мирового кино Игрового Фильма О Концлагерях И Ванда Якубовская Сама Прошла Через Аушвиц И Она Собственно Получила Что называется По полной Программе За То, что Допустила Съемки Этого Фильма С этой Линией Линией Забастовки Рабочих В декабре 70-го Года На побережье И В общем-то Поплатила Своей Прикодовальской Карьерой Была Совершенно Возмущена И Есть Такая История Которая Записана Задокументирована Как Якубовская Выходит Из ректората Лодинской Киношколы Показывает Вытатуированный Освенцимский Номер На плече И говорит И меня Будут называть Врагом Народной Польши То есть Мы понимаем Что Это Все Все Эти Исторические События Все эти Бунты Конечно же Были Совершенно Табуированы И тот же Познанский Июнь 56-го Года И События Декабря 70-го Про них В общем-то Говорить Было Нельзя При этом Да Прежде чем Я перейду Пожалуй Пусть Будет Этот Слайд Но Надо Помнить О том Что Был Еще И Март 68-го Года Который Тоже Существует И Активно Обсуждается В польском Контексте Но Снова Если Говорить Про В целом Историю Того Что Происходило В Восточном Блоке В 68-м Году То Понятно Что Вод советских Танков Чехословакию Это Было Центральное Событие И Наиболее Драматическое И трагическое Тем не менее В марте 68-го Года В Польше Не только В Варшаве Но и в разных Городах И это тоже Очень важно Подчеркнуть Проходили Студенческие Волнения И Это Тоже Тема Которая Была Абсолютно Запретной И Когда Впервые Она Возникла На экране В картине Януша Киевского Названием Индекс То Фильм этот Был запрещен В том числе Потому Что Главный Герой Активный Участник Студенческих Волнений 68-го Года И тут Хочу снова Обратиться К вот этой Теме Солидарности Разных Слоев Общества Про 68-й Год Часто Писали Что Это Волнения Которые В общем Как бы Ни к чему Не привели И имели Негативные Последствия В связи С тем Что В первую Очередь Они были Студенческими И что Рабочие Оказались Равнодушны К Протестам Студентов И Известный Польский Историк Замечательный Специалист В том числе По этому Периоду Ежи Айслер Говорит Что Это Не совсем Корректно И что Правильнее Было бы Сказать Что 68-й Год В Польше Это Волнение Молодежи Которая Состояла Совсем Не только Из студентов И на самом Деле Рабочих Там тоже Было Немало Просто Это были Рабочие Скажем До 30 лет Поэтому Вот Об этом Тоже Необходимо Помнить И Теперь Мы с вами Переходим Собственно К событиям Декабря 70-го Года Которые Наиболее Полно Отражены В картине Режиссера Антонио Крауза Черный Четверг Яна Кишневски Пал Фильм Относительно Недавний Фильм Который Стал Предпоследним Для Этого Режиссера Несколько Лет назад Его не стало И Надо сказать Что Эта Картина Как мне Кажется Весьма Удачна И Она Сильно Отличается От Того Образа Волнений В польском Обществе И забастовок Которые Мы видим В картинах Вайды Здесь Совершенно Нет Свойственной Вайде Такой Некоторой Романтизированности Патетичности Наоборот Краузе Очень Сух Суров Аскетичен И Не случайно Свой фильм Он Периодически Перемежает Хроникальными Кадрами И Таким образом Приближает Понятно Постановочную Основную часть К Тому Что Зафиксировано Было на пленку Тогда В декабре 70-го Года Здесь Таким Катализатором Недовольства Рабочих Стало Повышение Цен Которое Ну Таким Крайне Неудачным Образом Было Объявлено Накануне Рождества И Понятно Что это Такое Совершенно Особое Совершенно Особое Время И Это Главный Праздник Которому Естественно Все Готовятся И Понятно Что Накрывают Всегда Огромные Столы И Вот Что Интересно Что В самом Начале Картины Краузе Показывает Такую Попытку Услышать Рабочих Рабочие В Гдыне Поскольку Основные События Разворачивались В Гдыне И Гданске В декабре 70-го года Хотя и в других Городах На побережье Тоже Рабочие Приходят К зданию Городского Совета И Председатель Выходит К ним Чтобы Выслушать Их Требования Он просит Отправить К нему Несколько Делегатов С которыми Он Достаточно Спокойно Говорит И Через Несколько Буквально Часов Встретившись Со своими Коллегами По Партии Местными Опять же Городскими Он Обнаруживает Что Они Просто Перестают С ним Здороваться Поскольку Все Уже Знают Что Он Говорил С рабочими Что Он Позволил Себе Не Имея Полномочий Не Имея Разрешения Официального Сверху Позволил Себе Их Выслушать И даже Пообещать Что им Будет Повышена Зарплата Ну И Дальше Мы Видим Замечательную Сцену Вот На кадре Внизу Вы Видите Прекрасного Польского Актера Петра Пранчевского Который Играет Зенона Клишко Одного Из Важнейших Партийных Функционеров Из Политбюро Который Произносит Такие Важнейшие Слова Он Говорит На собрании Посвященном Как раз Волнениям Среди Рабочих Гданьской Гдыни Говорит Что С контрреволюцией Не разговаривают В контрреволюцию Стреляют И Это Становится Поводом К Выведению На улице Танков И К Трагическим Совершенно Событиям Которым И Посвящена Эта Картина Подзаголовок Этого Фильма Это Строчки Из Из Известной Песни Которая Звучит В картине Человек из Железа Возможно Вы помните В финале Ее поет Кристина Янда И здесь Эта Песня Тоже Звучит Только В таком Я бы сказал Нецензурированном Варианте Где Фигурируют Имена Конкретных Членов Партии В том числе Клишко И Кочовек Которые Как раз Принимали Решение О том Что Забастовку Нужно Самым Жестоким Образом Подавить И Про 70-й год Опять же Возвращаясь Под этой Такой Красивой Перестроенной Концепции Отсутствие Солидарности Между Различными Общественными Классами Про 70-й год Говорят Что тут Как раз Таки Студенты Были Совершенно Равнодушны К Бунту Рабочих И Их Не поддержали Ну О том Как Эта Концепция Сформировалась Я скажу Еще чуть Позже И Теперь Несколько Слов О Таком Менее Известном Фильме Кшиштофа Кислевского Менее Потому что Он Ну Не совсем Скажем Так Вписывается В Другие Работы Известные Работы Из Его Фильмографии Это Действительно Картина Такая Очень Социальная И В некотором Смысле Даже Социологическая Фильм Рабочие 71 Ничего О Нас Без Нас Снятый Совместно С Томашем Загадло И Там Было Еще Несколько Несколько СО Режиссеров Включая Войчиха Вишневского Прекрасного Польского Документалиста Экспериментатора Что Такое Рабочие 71 Это Коллективный Портрет Рабочих В разных Городах На разных Предприятиях Это И Варшава И Гданск И Гдыня Портрет После 70 Года Здесь Постоянно В разговорах Рабочих Происходят Вот эти Отсылки К тому Что Произошло В декабре 70 Года И Это С одной Стороны Документ Неких Надежд На То Что С Приходом Новой Власти Что-то Изменится И К рабочим Начнут Прислушиваться Роль Партии Будет Уменьшаться Роль Партии В жизни Конкретных Предприятий И Заводов Да Там Есть Например Такой Очень Интересный Диалог Между Героями Когда Они Обсуждают Что Ну Вообще То То Что Директор Завода Обязательно Должен Членом Партии Это Не Совсем Правильно Потому Что Руководствоваться Ведь нужно Профессиональными Компетенциями Умениями А Не Той Партийной Карьерой Которую Сделал Человек В общем Там Довольно Много Таких Смелых Рассуждений И Дискуссий И Это Так Сказать Одна Сторона Вопроса А Другая Сторона Вопроса И Поэтому Я Выбрал Те Два Кадра Которые Вы Сейчас Видите Это Собрание Которое Мы Видим И Которое Занимает Примерно Половину Этого Фильма Он Всего Длится 45 Минут Собрание Посвященное Избранию Делегатов На Шестой Съезд Польско-Объединенной Рабочей Партии И По тому Как Эти собрания Проходят По тому Как Ведется Голосование Потому Что В общем Почти Никто За редкими Исключениями Не хочет Реально Участвовать В дискуссии Мы Видим Что Есть Определенный И страх После того Что Произошло В декабре 70 И Некая Пассивность И Неверие В то Что Реально Что-то Может Измениться И В общем Надо Сказать Что Все Это Было Вполне Обосновано И Действительно Несмотря На Обещания Нового Первого Секретаря Партии Дагерека В общем В 70 Годы Мало Что Изменилось И Дальше Дальше Мы Это Будем Видеть Что Очень Важно Подчеркнуть В связи С 70 Годами Что В 76 Году После Очередных Протестов На Нескольких Предприятиях Забастовок В Нескольких Городах И Это События Которые Вошли В историю Под названием События В Урсусе Ирадоме После Этого Происходит Создание Комитета Защиты Рабочих И Это То Та Организация Та Институция Из Которой В Некотором Смысле Вырастала Солидарность И Это Та Организация Которой Было Очень Много Представителей Собственно В основном Она состояла Из Интеллигенции Это была Как раз Интеллигентская Оппозиция Которая Готовила Почву К тому Что Происходило В 80-м Году И Немало Было В Комитете Защиты Рабочих Людей Связанных Кстати Говоря С Кинематографом В том Числе Например Известная Актриса Халина Миколайская Активно Активно Участвовала В работе Кора Это сокращенное Название Комитета Защиты Рабочих И Из-за Этого У нее Были Профессиональные Проблемы И Очень Интересные Дневники Ее Мужа Писателя Автор Исторических Романов Мариана Брандеса Который Подробно Описывает Какую Организовали Травлю В связи С тем Что Его жена Участвует В работе Комитета Защиты Рабочих То есть Все-таки Некие Так сказать Подвижки Были И это Естественно Очень важно Важно Понимать И осознавать Человек Из мрамора Это Фильм О котором Уже Шла Речь В лекции Вячеслава Шмарова Поэтому Я наверное Не буду Не буду Повторяться Тем более Что Наверняка Многие из вас Эту картину Видели Если нет То я Очень советую Посмотреть Это Фильм Ну Невероятно Важный Для всей Истории Восточноевропейского Кино Невероятно Важный Также И Для Контекста Истории Советского Кинематографа Потому Потому Что Это По сути Первая Картина Которой Произошел Расчет Во-первых И это Самое Главное Со Сталинским Прошлым Со Сталинским Периодом В истории Польши То есть Конец Сорковых Начал Пятидесятых Годов Но Также Было Показано Какова Ситуация Сейчас Тут Важно Помнить О том Что Как я уже Сказал Сценарий Человека Из Мрамора Был Написан Еще В 60-е Годы И Поэтому Тут Сохранялся Такой Элемент Несколько Наивных Надежд На то Что Все Можно Изменить Что Система Социалистическая Поддается Неким Реконструкциям Трансформациям Да Хотя На самом Деле Уже В общем К Моменту Выхода Человека Из Мрамора Было Понятно Что Вряд Ли Это Все Возможно И Дальше Я скажу Про Продолжение Этой Картины В которой Как раз И был Подытожен Вот этот Опыт Опыт Взаимодействия Или Невзаимодействия Между Рабочими Студентами Интеллигенцией В рамках Различных Акций Протеста В истории Польской Народной Республики Не могу Не упомянуть Про Еще один Документальный Фильм Который Стал Своего Рода Предвестием Событий Августа 1980 Года Когда Были Подписаны Соглашения С Солидарностью И Когда Солидарность Была Собственно Оформлена На Легальном Уровне Фильм Работницы Ирены Камейнской Это Одна Из Крупнейших Польских Документалисток Она была Не единственной Но Может быть Наиболее Яркая И Наиболее Чуткая К Как раз таки Проблемам Людей В Таком Широком На широком Общественном фоне Фильм Работница Камейнская Снимала В феврале Восьмидесятого Года Это Опять же Коллективный Портрет Женщин Которые Работают На Текстильном Заводе В городе Кросно И Ну В отличие От Фильма Кислевского Из Игадла Это Совсем Небольшая Картина Она Продолжается Тринадцать Минут И Состоит Из Двух Пластов С одной Стороны Немые Да Без Какого-либо Комментария Картины Работы На Заводе Такие В некотором Смысле Эстетские Хотя Это Конечно Эстетика Ужасного Потому что Мы видим В какой Жуткой Пыли Вынуждены Работать Эти Женщины И какие Это Просто Ощущается На физическом Уровне Когда мы Видим Эти кадры Что Это Эти Цеха Это такие Пространства В которых В общем Нечем Дышать И Второй Пласт Это Разговоры Которые Каменская Записала С работницами Завода Во время Перерывов Очень коротких 15-минутных Когда Они могли Быстро Что-то съесть Никакого Времени Даже Чтобы сходить В столовую У них не было И Во время Этих Разговоров Они Рассказывают Каменский Об условиях Работы И Мы Видим Насколько Они Полны В общем Ненависти К тому Что их Окружает Насколько Они От этого Устали И В то же Время Насколько Они Привыкли С этим Жить И В общем Как бы Ну Да Смирились С тем Что все Так Как Есть И В то же Время Сейчас Уже Конечно Постфактум Мы Понимаем Что Это Фиксация Того Момента Когда Было Уже Совсем Мало Оставалось Времени До того Как Ну Собственно Чаша Терпение Переполнилось Поэтому Это Конечно Очень Важный Документ Документ Времени Документ Эпохи Ну И Человек Из Железа О котором Тоже Тоже Уже Шла Речь Фильм Особенный Как Я Сказал В самом Начале Фильм Где Удивительным Образом Переплелись Вымышленная История Да Придуманная Вайдой И его сценаристом Александром Сибором Рильским Все это Переплелось С реальностью И Фильм этот Снимался Очень быстро Вайда Вспоминал Что Вся съемочная Группа Осознавала Что в любой Момент Все может Закончиться Но В то же Время Вайда Как бы Ощущал Свой долг Перед рабочими Да Это тоже Известная Такая Ну Легенда Не легенда Я думаю Что вполне Это было возможно Как Вайде Когда он Поехал На Гданьскую Судоверфь Где Собственно Началась Забастовка Потом Распространившаяся По всей стране Его Увидел Кто-то Из рабочих И узнал Поскольку Вайда На тот момент Уже был Фигурой Очень Очень известной И вполне Узнаваемой И сказал ему Снимите фильм О нас Вайда Спросил Какой И значит Ответом Было Человек Из Железа И Конечно То что Картина Это снималось Быстро То что Вайде Очень Хотелось Ухватить Реальность Это Не могло Не сказаться Негативно На Качестве Этого Фильма В общем Да Ощущается Что это В отличие От Человека Из Мрамора Фильма Очень Продуманного Очень Такого Доведенного До Что называется Хрустального Звона Хотя он Тоже История Его Весьма Непростая И Тоже Условия В которых Вайде Снимал Человек Из Мрамора Совсем Нельзя Назвать Комфортными И Тем Не Менее Да Человек Из Железа Кажется Как Б Не Таким Получившимся Не Таким Совершенно Но В силу Того Что Он Делался Именно Тогда В Гуще Событий Вайде Действительно Удалось Эту Атмосферу Какого-то Невероятного Подъема Удивительного Такого Общего На самом Деле Солидарного Совершенно Порыва Который Всех Охватил Вайде Удалось Это Показать И Поэтому Несмотря На то Что Прошло Уже 40 лет С момента Когда Был Сделан Человек Из Железа Мне Кажется Что Эта Атмосфера До сих пор Передается Зрителям Когда Мы Смотрим Этот Фильм И Поэтому Да Нельзя Не Учитывать Политический Контекст Присуждения Человеку Из Железа Золотой Пальмевой Ветви Каннского Фестиваля Но В то же Время Вот Это Такое Поразительное Взаимопроникновение Кино И Жизни Оно Оно Действительно Достойно И Всевозможных Наград И Конечно Внимание Поэтому Я тоже Эту картину Если вы ее не видели Всячески Вам рекомендую И Именно В этой картине В которой Очень много Флэшбеков Флэшбеки Эти Фабульно Обоснованные Тем Что Героиня Кристина Янде Находится В тюремном Заключении Поскольку Она помогала Забастовочному Комитету И К ней Приходит Журналист Журналист Винкель Которого Вы видите На кадре Внизу Вот Это Слева Винкель В исполнении Мариана Апани Справа Могуслов Линда Один Из активных Забастовщиков Исполнителей Этой роли Так вот Знаменитый Финальный Кадр Когда Агнешка Находит Сына Того Передовика Производства Которым Она снимает Фильм И Человеки Из железа Она повествует Историю Знакомства Они становятся Парой Потом Женятся И в общем Постепенно Подключаются К оппозиционной Работе И там Возникает И 68 Год И 70 И как раз Там Показана Вот эта Разобщенность Которая была И в 68 Году И в 70 И вот Упомянутый мной Уже историк Ежи Айслер Пишет Что Это конечно Была очень Красивая Такая Вайдовская Концепция Но надо Помнить Что это Все-таки Художественный Фильм И что Да Внутри Этой Картины Это было Очень Как бы сказать Убедительно И удобно Для того Чтобы Образ Томчика Вот этого Уже мужа Главной героини Был Таким Полноценным Многогранным И когда Он В финале Человека Из железа Приходит На вот этот Знаменитый Мост Который Вы видите В глубине Кадра Справа Это тот Мост На котором Собственно Стреляли В рабочих Верфи В 70 Году То он Говорит Что Мы Довершили Говорит Обращаясь К отцу Которого Уже Нет в живых Довершили То Что Начинали В 68 И то Что Вы хотели Сделать В 70 Вот То есть Да Это Естественно Очень такая Ну Удачная Встроенная Концепция Этого Конкретного Образа Но при этом Айслер Как историк Говорит Что Нужно Все-таки Относиться К этому Осторожно Такого рода Обобщением Ну и Да Естественно Стоит сказать Еще о том Что События 80-го года В Гданьске Зафиксированы В нескольких Документальных Фильмах Да Хотя Собственно Пространство Судоверфи Мы видим его И в Человеке Из железа Да То есть Это тоже Такой Полудокументальный Как я уже говорил Полудокументальный Фильм Но были Картины Которые Это Отразили Так сказать Полностью Фильм Ирина Уша Энглера Август 80-го года И картина Анджея Ходоковского И Анджея Занечковского С Характерным Названием Рабочие 80 То есть Это был Фильм Который Протягивал Нить К картине Кисловского Из Игадла К фильму Рабочие 71 И Таким образом Ну в некотором смысле Ставил точку Да Вот то О чем Шла Речь Подчас Робка Подчас Где-то В частных Разговорах По углам Да За столами В столовых Вот оно Стало Реальностью Спустя Почти 10 лет Так что Об этом Тоже Конечно Важно Помнить В современном Польском кино Периодически К разным Событиям Послевоенной Истории Конечно же Возвращаются И хотя В общем Кажется Что Многое Уже Сказано И показано Тем не менее Надо заметить Что например Студенческие Волнения 68-го года В общем Как-то по-прежнему Как мне кажется Ждут Такой Большой Большой И серьезной Картины Ну вот В 2011 Году Режиссер Вальдемарк Шистек Выпустил Картину 80 миллионов В которой Показано Как активисты Вроцлавского Отделения Солидарности Буквально В последние Дни Вот этого Так называемого Карнавала Солидарности Как его Принято Называть В польской Историографии За Несколько Дней До Введения Положения Военного Положения 13 декабря 81 года Успевают Обналичить Деньги Со счета Солидарности Те Деньги Которые Конечно Они бы Потеряли С введением Военного Положения И Дальше Значит Эти деньги Помогают Оппозиционной Деятельности На протяжении 80-х годов И это Реальная История И что Тут стоит Подчеркнуть Что Уже На новом Этапе Мы Сталкиваемся С такой Жанровой Трактовкой Этой темы И Солидарность Используется В некотором Смысле Как Материал Для Такого Увлекательного Приключенческого Можно сказать Даже Фильма В котором Есть И Юмор Есть И Какие-то Моменты Очень Напряженные То есть Происходит Такое Обогащение Исторического Просто Материала Такими Чисто Жанровыми Приемами Ну и Естественно Нельзя забывать О том Что В 2013 Году Вайда Снял Продолжение Такое Конечно Условное Но Тем не менее Человек из Мрамора И Человек из Железа Картину Валенса С Вторым Названием Человек Из Надежды Вайда Спрашивали Почему В 2013 Году Когда Уже В общем Страсти Как бы Улеглись Почему Он Обращается Вновь К Образу Валенса И Вайда Тогда Сказал Что Он Видит Как Много На Валенсу Выливается Грязи И Правда И Он Посчитал Важным Напомнить В первую Очередь Даже Может быть Не столько Напомнить Тем людям Которые Застали Эти события Сколько Показать Молодым Тем Кто Не помнил То что Происходило В 80 Году Кем Был Валенса И Каков Его Вклад В Современную Польскую Историю И Тут Естественно Половина Наверное Успеха Этой Картины Это Выдающаяся Роль Роберта Винскевича Который Сыграл Валенсу И Который Ну Невероятно Во-первых Просто Похож На него Не только Внешне Но и Манера Говорить Какими-то Отдельными Жестами Привычками Которые Мы видим Да То есть В общем Это действительно Такой Очень Очень Цельный Цельный Образ Как мне Кажется И хотя Понятно Что Сравнивать С Человеком Из мрамора Человеком Из железа Этот фильм Трудно И Это Такой Образец Уже Позднего Вайды Но Совершенно Тут Нет Ощущения Что Это Фильм Снятый Режиссером Возрасте Режиссером Пожилым Это Очень Удачная С моей точки Зрения Работа Ну и Теперь Уже Постепенно Закругляясь Я хочу Привести Несколько Примеров От того Как Солидарность Такая Уже Просто Человеческая Да Вне Контекста Конкретных Политических Событий Вне Контекста Забастовок Протестов Борьбы За Свободу Как Эта Солидарность Проявляется В польском кино Последних Лет И Первый Наверное Пример Который Мне сразу Пришел В голову Когда Я стал Об этом Думать Это Картина Марии Садовской Ее дебютный Полнометражный Фильм Который Называется Женский День Это Фильм Показывающий Будни Сотрудников В первую Очередь Сотрудниц Большого Супермаркета Главная Героиня Этой Картины Это Блестящая Работа Катажины Пятковской Главная Героиня Постепенно Проходит Путь От Такого Самого Нижнего Иерархического Уровня В этом Супермаркете Да Вот Какой-то Там Помощницы Кассирши До Административной Должности И Поскольку У нее Очень тяжелая Личная Жизненная Ситуация То В общем Она соглашается Что называется На все И постепенно Она Становится Таким Орудием Воздействия Дирекции Магазина На рядовых Сотрудниц На своих Коллег И бывших Уже Подруг Потому что Отношения Между ними Значительно Ухудшаются После того Как у Главной Героини Появляется Власть Но В какой-то Момент Когда Уже Вот это Напряжение Между ними Доходит До какого-то Предела Героиня Понимает Что Все Нужно Сказать себе Стоп Что Она Уже Очень Сильно Перегнула Палку Что Она Совершенно Забыла О том Что Вообще-то Они делают Общее дело Что Это Ее Коллеги Ее Подруги И что Ну Грубо говоря Так Нельзя Себя Вести Как Она Себя Вела Вот Поэтому Это Фильм С одной Стороны Показывающий Что Как бы Этой Солидарности Нет места В современном Уже Капиталистическом Обществе Когда Каждый Борется За Некую Должность За Повышение За место Под солнцем Но В то же Время Надежда Некоторое Присутствует На Человечность На то Что Не все Решают Деньги И Титулы Фильм Мой велосипед О котором Мне как-то В последнее время Много приходится Говорить Потому что Я его Очень люблю И он Подходит Для разных Контекстов И Здесь Мы Обнаруживаем Проявление Такого Достаточно Внезапного Единения Трех Разных Поколений Мальчика Его Отца И его Деда Поколений Которые Кажется Совершенно Разобщены Это Люди Которые Почти Не общаются Друг с другом Живут В разных Городах И даже Странах Но Перед Лицом Некой Проблемы И даже Драмы Потому что От главного Героя Самого Старшего Из них Внезапно В начале Картины Уходит Жена И Они Вместе Значит Дед Отец Сын Отправляются На Ее Поиски Потому что Непонятно Куда Она Делась И Это В общем Такая Мелодрама Фильм Достаточно Сентиментальный При этом Там Есть И Какие-то Очень Забавные Моменты Много Трогательного Прекрасные Актерские Работы И Фильм Который Да Показывает Что Несмотря На Разобщенность Так нам Свойственную Все-таки Опять же Как и в женском Дне Есть надежда На то Что Пусть и перед Лицом Каких-то Довольно Серьезных Проблем Возможно Единение Возможно Достижение Какого-то Согласия И возможно Восстановление Семейных Человеческих Связей И Последний Фильм О котором Я скажу Это Картина Молодого Режиссера Петра Домалевского 60 Кило Ничего Я вообще Стал Задумываться О том Насколько В современном Кино Польском Представлена Проблема Проблемы Рабочих И понял Что В общем Это Довольно Сложно Так же Как Опять же Мы обсуждали На Лекции Вячеслава Шмырова Что В отечественном Кино Довольно Трудно Хотя Есть Такие Примеры За последние Скажем 20 лет Картин Посвященных Проблемам Рабочих Но в общем Их можно На пальцах Одной руки Пересчитать И В польском Кино Примерно Такая же Ситуация Если Все же В Социалистический Период Постоянно Говорилось О том Что Польская Народная Республика Это Государство Рабочих И крестьян То Теперь Это В общем Как бы Совершенно Перестало Быть актуальным Но Тем не менее Есть Отдельные Примеры И вот Тот Фильм Кадр Из которого Вы сейчас Видите Как раз Из них Это Короткометражка Которая Идет всего Полчаса И фильм Этот Посвящен Проблеме Иммигрантов Из Украины Которые Работают В Польше И Работают Нередко Нелегально И Главный Герой А все Дело Происходит На шахте В Силезии Главный Герой Вы его Видите Слева Он Вначале Предстает Таким Идеалистом Человеком Который Как раз Ощущает Солидарность С Людьми Которые На него Работают Потому что Он прораб Но Когда С Одним Из Вот таких Нелегальных Украинских Рабочих Происходит Несчастный Случай Он Он Теряет Сознание Прораб Поначалу Ведет Себя Абсолютно Нормально И По-человечески Он Хочет Вызвать Скорую Помощь Однако Его быстро Останавливают И Говорят Что Если Сюда Приедет Скорая Помощь То Придется Как-то Официально Это Все Регистрировать Этот случай И Тогда Выплыет На поверхность То Что Этот Человек Работает Здесь На Незаконных Основаниях В общем Это такая История Слома Того Как Путем В том числе Шантажа Вот Который Происходит Как раз В том Кадре Который Вы видите Этого Главного Героя Ломают И Это В некотором Смысле Такое Возвращение На Новом Витке На Новом Этапе К Проблематике Кино Морального Беспокойства Которая Не случайно Конечно В Польше Возникла Во второй Половине Семидесятых Годов Ведь Именно Тогда Проблемы Как раз Таки Нравственного Толка И Одна Из Этих Проблем Это Солидарность Были Невероятно Актуальны И Сегодня Мы Видим Что Вновь Интерес И К Разным Событиям Послевоенной И И Вообще К Солидарности Как Таковой Он Да Может быть Не столь Высок Но Все Таки Сохраняется И Анализируется Уже В каких-то Иных Ракурсах То Что Вот Я На Нескольких Последних Примерах Пытался Показать И Я думаю Что Это Все Конечно Не случайно И Может Та Ситуация В которой Мы Сейчас Оказались Она Отчасти Инициирует То Что Таких Фильмов Будет Больше Но Посмотрим Это Вопрос Будущего Вот Пожалуй Все Что Я Хотел Сказать Спасибо Денис Спасибо Было Очень Интересно Хотя Довольно Грустно Потому Что Стало Очевидно Что У нас Практически Нету Никаких Шансов Потому Что У нас Совсем Нету Национальной Истории Солидарности То есть Если Про Польшу Можно Рассказывать Как я понимаю Часами И Фильмы Про которые Говорили Далеко Не Исчерпывают Эту Тему То В российском Кино И в советском Кинематографе Таких фильмов Практически Не было Они Все-таки Никогда Себе Режиссеры Не позволяли Смелость Войти За рамки Установленных Правил Установленной Идеологии И мне Кажется Что То Что С нами Сейчас Вообще Происходит Во многом Как раз Связано С отсутствием Вот этой Истории Солидарности А вот Этот момент Последнего Фильма Вот этих Нелегальных Рабочих И прочее И прочее Здесь мы Как-то Неожиданно Оказались В тренде Но Опять же Если Как я понимаю Все-таки У поляков Есть Какой-то Наработанный Способ Выходить Из этой Ситуации То у нас Есть только Наработанный Способ Эту ситуацию Углубляться Зарываться И делать Ее Совершенно Безвыходной Что Жалко Ну вот Я на самом деле Хорошо Что вы Провели Эту Параллель С нами Потому что Я не успел Сказать Что Пересматривая Вчера Как раз Рабочих 71 Кислевского Я подумал О том Что Конечно Это фильм Который Совершенно Невозможен Невозможно себе представить Фильм Рабочих 71 В Советском Союзе Другое Дело И это Тоже Стоит Подчеркнуть И я опять же Не успел Этого сделать Что Этот фильм Не был допущен К показу Что этот фильм Был перемонтирован Переименован В Хозяева Как бы Намекая На то Что Вот Мы видим Хозяев Жизни И Выпущен Хотя Никто Из членов Съемочной Группы Не выразил Согласия На то Чтобы Это было Сделано То есть В общем Это был Такой Жест Я бы сказал Очень Радикальный Вот Поэтому Тут тоже Все Не так Однозначно Но все Равно Даже То Те Те Разговоры Которые Ведут Рабочие И то Что Зафиксировали Да Режиссеры Операторы Это просто Поразительно И Да Они И Естественно Ощущаются Что я Сказал И какая-то И некоторая Пассивность И запуганность Но все Равно Вот Этот Вот Какой-то Очень Мощный Внутренний Стержень Именно Моральный И Осознание Того Что у Рабочего Есть Права И что Эти Права Должны Учитываться Они Не должны Нарушаться Вот Оно Все равно Сохранялось И это Конечно Ну Удивительно И показывает Спасительно Я бы сказала Что для Истории Страны Это Такой Спасательный Круг За который Можно Ухватиться Денис Если Можно Я сейчас Открою Вопросы И прочитаю Вам Сейчас Одну Минутку Здесь Первый Вопрос Такой По поводу Жанров Польских Фильмов Акцент Делается В основном На драмы Или Ну По-моему Здесь Как раз Вы рассказывали Не только Про драмы Но и Про документальное Кино Которое Все-таки Нельзя Назвать Драмой В чистом Виде Но Ответьте И дальше Такое Расширение Вопроса Мой любимый Город Польши Краков Я там был Два раза И мне очень Понравилось Есть ли фильмы Чьи съемки Проходили Именно в Кракове Если есть То назовите Пожалуйста Вспомните Что-нибудь Что касается Первого Вопроса Давайте Значит Ну То что я Говорил Про драмы В основном Связано Просто Со спецификой Нашей темы Да Это такой Особый Ракурс И Для меня Отчасти Кстати Новый Потому что Я раньше Как-то Никогда Не смотрел На польской Кинос С той точки зрения Вот Но Это естественно Совсем не значит Что Другие жанры В польском кино Не присутствуют Конечно Снимаются И Белодрамы И Комедии И Детективы Господи До чего там Только нет Поэтому Все Все это Имеет место И Ну Кстати Вот 80 миллионов Названные Мною Это все-таки Не Такая Классическая Да Историческая Драма Что я пытался Может быть Недостаточно Четко Это Артикулировал Но там Как раз Происходит Такое Смешение Жанров И присутствуют Элементы Разных Значит Что касается Кракова То Я тоже Этот город Очень люблю И Всячески с вами Солидаризируюсь Первое Что мне приходит В голову Хотя Это Может быть Не так очевидно Но недавно Пересматривал Двойную жизнь Вероники Правильно Прочитала Если неправильно Прошу прощения Анонимный участник Про лагерь Кинофильм Напомните Пожалуйста Что имеется в виду Я думаю Что имеется в виду Вскользь упомянутый Мною Фильм Ванда Якубовской Эта картина Называется Последний этап Последний этап Дальше Повторяем Простите Потом она еще Сняла Один фильм Такой довольно Странный Про Конслаги Который называется Встречи во мраке Но я не знаю Насколько он доступен Вообще В принципе В интернете Но В общем Она возвращалась К этой теме Следующий вопрос От Ксении Повторите Пожалуйста Фамилию режиссера Рабочие 80 Там два режиссера Анджи Ходоковский И Анджи Зайончиковский Так Правильно ли я понял Что самый Выдающийся Польский режиссер Анджей Вайда Правильно Благодарю Знаете Это такой вопрос Провокационный Который может На который можно отвечать Очень долго Это Я думаю Важнейший Польский режиссер Вот так я бы сказал Режиссер В творчестве Которого Ну который Во-первых Невероятно Разнообразно И вот Пожалуйста Даже если взять Одну фильмографию Вайды То мы найдем Там Всевозможные Жанры И Это режиссер Который Очень Точно Чувствовал Важнейшие Болевые Точки Общества И Вовремя Всегда К этим точкам В своих фильмах Обращался Будь то Не знаю Канал Который он снял В 56 Году Будь то Невинные Чародеи 60-го года Или Человек из Мрамора 76-го То есть Во все Буквально Десятилетия Или кстати Самый его Последний фильм После образа Который Тоже Вроде как Фильм Исторический Но Про него Говорили Что Вайда Сделал Самую Политически Актуальную Картину Какую Только Можно Было В тот Момент В 2016 Году Снять Вот Поэтому Вот так Я наверное Отвечу Ну да И еще При этом Он всегда Все-таки Оставался Художником То есть Он не Политизировался Его Года Своим Каким-то Политическим Взглядом И интенциям Ну как бы Не пересматривал Свои эстетические Воззрения Вайду Всегда Можно Узнать Посмотрев Несколько Кадров Он остается Вайдой Он умел Вот это тоже Удивительно Что Он умел И даже говорил Что ему это Необходимо Когда Он снимал Какую-то Очень острую Злободневную Картину Ему нужно было Отдохнуть И сделать Что-то Ну Совершенно Отвлеченное Да Как он делал Например Рядом Фильмы Без наркоза И Барышня Извилька Да Ну Представить себе Два Более разных Вообще Диаметрально Противоположных Фильм Трудно Вот Но ему Это было нужно Поскольку Да Он как художник И подпитывался Какой-то Такой актуальной Повесткой дня Но в то же время У него было Очень много И Отвлеченных Интересов Так скажем Да Универсально Теперь Следующий вопрос Денис Благодарю вас За интереснейшую лекцию Можно ли Выделить Какой-то Топ 3-5 Для просмотра В первую очередь Из разнообразных Из разобранных Вами картин И можно ли Будет где-то Найти полный Список Упомянутых Сегодня Фильмов Я как раз Вопрос Такой немножко Отвлеченный Обращенный Ко мне От Михаила А про Новочеркасск Разве Не снимали Или я путаю Неужели Кроме Магнитных Бур У нас ничего Нет Про Новочеркасск Был снят Сериал Я сейчас Не могу Вспомнить Название Денис Вы не помните Про Расстрел Новочеркасск Был снят Очень приличный Телевизионный Мини-сериал Там Из 6 Или 8 Серий Я найду И мы тоже Его на сайте Обязательно Опубликуем Стоит ли Разделять Фильмы Морального Беспокойства От кино Сезона Солидарности Или Логично Рассматривать Их Вместе Ну Это Вопрос Который Я бы Немножко Скорректировал Потому Что С одной Стороны Ну Вообще Проблема Типологизации Кино Морального Беспокойства Она существует По-прежнему И Например Ведутся Споры О том Можно ли Считать Человек Из мрамора Фильма Морального Беспокойства Поскольку Такие Радикальные Киноведы Полагают Что Кино Морального Беспокойства Это обязательно Фильмы О Современности И Человек Из мрамора Половина Действия Которого Происходит Как мы Понимаем В начале Пятидесятых Как бы Сюда Не Не Подходит Вот Что Касается Солидарности То В этот Период С одной Стороны Да В Карнавал Солидарности Снимались Фильмы Которые Нельзя Было Снять До Этого Ну Там Скажем Заурский Снял Детские Вопросы Где В частности Возникает Вот этот Мотив Студенческих Протестов Шестьдесят Восьмого Года И С другой Стороны Некоторые Фильмы Да Как уже Упомянут Именною Индекс Киевского Снимают С полки Поэтому Здесь Происходит Такое Совмещение Вот этих Двух Пластов Да Такого Чистого Морального Беспокойства Которое Делалось В рамках Ограничений Цензурных И Те Фильмы Которые Снимались В Восьмидесятом В Восьмидесятом Годах В Условиях Ну Практически Полной Свободы Поэтому Я думаю Что тут Надо Вот этот Момент Учитывать Все-таки Что Моральное Беспокойство Оно Подразумевает Некое Давление Сверху А То Что Было Уже В Более Свободных Обстоятельствах Сделано Ну Проблемно И эстетически Конечно Может Примыкать Но Вот этот Момент Цензурный Тут Важен Как мне кажется Спасибо Сережа За вопрос Здесь Еще Михаил Спрашивает Вы Видите Скажите Что-нибудь О Еже Кавалеровиче Но Я Честно Говоря Не Уверена Что Такая Большая Тема Как Творчество Кавалеровича Сейчас Как бы Нам Уместно Ее Начать И О ней Долго Говорить Может Денис Назовет Пару Тройку Фильмов Которые Ему Особенно Нравятся Ну Конечно Да Ну Я бы Назвал Скажем Настоящий Конец Большой Войны Поезд И Аустерия Вот Пусть Будет Топ Три Ну Я думаю Мы Тогда Эти Фильмы Тоже Можем Включить В тот Список О Котором Все Наши Зрители Просят Ну Можем Хотя Они Никакого Отношения Отдельно Фильмы Я же Кавалирую Бонус Говоря Здесь еще Мария Спрашивает Вы упоминали Лекцию Вашего Коллеги По Человеку Из Мрамора Где Можно Посмотреть Если Можно Я это Прокомментирую Это не была Лекция Посвященная Именно Человеку Из Мрамора Это была Лекция В прошлый Четверг Вячеслава Шмырова В которой Он рассказывал О солидарности В советском Кинематографе И кстати Он будет Продолжать Свой Рассказ В конце Июня Потому что Это слишком Обширная Тема И Как бы Мы не успели Уложиться В отведенное Время И там Среди Прочих Картина Расширяя Контекст Советского Кино Напоминал Человека Из Мрамора Я думаю Что Денис Именно на это И ссылался Да Правильно Да Вот И еще Здесь Такое Восклицание Замечательное Кшистов Кислевский Гений Можем согласиться С этим Безусловно И на этой Оптимистической Ноте Как раз И закончить Нашу Сегодняшнюю Замечательную Очень интересную Лекцию И Денис Надеждой Что вы нам Пришлете Список Картин О котором Многие Наши Зрители Сегодня Попросили Спасибо Большое Всем Кто нас Смотрел Денис Спасибо Большое Что вы К нам Пришли Спасибо За приглашение За внимание Да Не первый раз И точно Не последний Мы будем вас Обязательно Приглашать Все Тогда Всем До свидания Всего хорошего Будьте здоровы До свидания Спасибо Спасибо